Здравствуйте, в эфире Факт, в студии Элизация Киева. Главы государств и членов ШОС официально подтвердили свое участие в саммите организации в Узбекистане 23-24 июня, сообщает Кастак. Для участия в данном мероприятии в Ташкент в общей сложности прибудут около 1 тысячи представителей государств, участников ШОС, международных организаций, а также зарубежных средств массовой информации. В соответствии с повесткой дня главы государств обсудят вопросы дальнейшего углубления многопланового и взаимовыгодного сотрудничества в рамках ШОС, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. Премьер-министр Карим Асимов поручил министру сельского хозяйства Аскару Мурзахметову контролировать ситуацию в Щецком районе Карганзинской области. Как сообщалось в минувший понедельник, семеро жителей района были госпитализированы для исключения особо опасных инфекций, в том числе сибирской язвы. Среди них 10-летний мальчик. Мужчина в возрасте 50 лет и женщина в возрасте 33 лет скончались. Все анализы взяты и направлены в лабораторию. Результаты ожидают ближайший день-два. Предположительно, инфекцию люди могли получить при забое крупного рогатого скота. В Семеем сошлись рельсов цистерна с дизельным топливом и пустой вагон, сообщает Интерфакс. Задержки поездов не произошло. Причиной схода стало расширение путей из-за дожди, отметили в УЧС. В настоящее время ведутся восстановительные работы. В них задействована бригада Казахстан-Темаржола. Ну а для обеспечения пожарной безопасности на месте схода находятся сотрудники службы пожаротушений и аварийно-спасательных работ. В Увладаре к четырем годам лишения свободы приговорили 22-летнего жителя Экибастуза за попытку отправиться воевать в Сирию. Молодой человек придерживался радикальных такфирских позиций и намеревался присоединиться к боевым действиям против правительственных войск. В феврале текущего года он на автобусе отправился в Алматы и впоследствии, пытаясь пересечь границу с Кыргызстаном, был задержан на пропускном пункте Курдай. Известно, что на территории Сирии находится его брат. Сейчас реклама, после мы продолжим, не переключайтесь. В эфире «Факты» и продолжим. На октябре движется арктический циклон. По прогнозам синоптиков, в первую половину недели жители области погоды еще побалуют жаркими солнечными деньками с кратковременными грозами и дневной температурой до 35 градусов. Но начиная с пятницы, нашу атмосферу захлестнут северные ветра со скоростью до 20 метров в секунду, со снижением дневного температурного фона до 20-25 градусов. Атмосферные фронты, проходящие через районы нашей области, на контрасте температур будут давать кратковременные дожди с грозами. Ветер будет в северо-западном направлении, при выразе возможного усиления до 15-20 метров в секунду. Температура и фон в ночные часы 15-20 тепла, днем 28-33, местами до 35 тепла. Неприятная новость для горожан. Отпускная цена хлеба из муки первого сорта производства «Ктубинан» повысилась с 70 до 75 тенге. В частных магазинах хлеб продают теперь по 80 тенге, ну а в супермаркетах по 76, согласно подписанному меморандуму. С чем связано повышение, сегодня рассказали сами хлебопеки. За один вчерашний день буханка хлеба стала на 5 тенге дороже. Теперь хлеб в частных магазинчиках стоит не 75, а все 80. И вроде бы стоимость выросла не на много, но равнодушных к этому нет. Дорого. Почему, как вы думаете? Ну потому что пенсии, зарплаты-то они повыщились. Что сделаешь? Жизнь дорожает, и что скажешь? Это не одна жизнь зависит. На фоне того, что сейчас идет рост на все эти продовольственные товары, то 5 тенге на хлеб – это не очень дорого. В принципе, это предсказуемо в нашей экономической обстановке. Очень дорого, и все дорого, девушка. Все, вообще все дорого. Даже 5 тенге? Даже 5 тенге. Конечно, пенсии минимальные. Ну для нас, которые работают, мне кажется, недорого, но пенсионерам, конечно, будет дорого. Сами хлебопеки повышение цен называют закономерным. С этого года в городе росли цены не только на комуслуги, но и на все прочее. Причины повышения хлеба следующие. 70%, более 70% составляющие муки, которые в последнее время имеют тенденцию к повышению. На сегодняшний день стоимость одного килограмма муки первого сорта составила более 80 тенге. Остальное – это заработная плата, это коммунальные услуги, это кредиты, которые мы покрываем, это ГСМ, это запасные части. И, кроме всего прочего, это сырье. Это дрожжи, растительное масло, это соль, которая повысилась в полтора-два раза. В местных закромах недостаточно из запасов зерна. Сейчас пшеницу ТО «Актубинан» закупают в Кустанайской области. Цены на муку тоже подскочили. Если еще зимой пекари покупали муку в среднем по 53 тысячи тенге за тонну, то теперь за 70 тысяч. Мы начали искать зерно продовольственное по нашей области. К сожалению, мы не могли найти, поэтому мы обратились к Кустанайской области. Мы договорились на небольшой объем продовольственного зерна, который, к сожалению, тоже имеет тенденцию к повышению. Сейчас оно повысилось на 33%. Но это все делается для того, чтобы как бы не остановить завод, потому что запасов муки у нас первого сорта очень ограничено. И сегодня нам сообщили, что зерна в Кустанайской области тоже не имеется. Чиновники ситуацию с аксюбинским хлебом держат на контроле и сегодня прокомментировали возможное подорожание главного продукта и у другого местного производителя – Атамикеннан. Соответствующую заявку уже рассматривают. В настоящее время мы рассматриваем предложение Атамикен. Они до конца нам документы не предоставили. То есть они должны обосновать, по какой цене они закупают зерно, как формируется у них стоимость хлеба, себестоимость, какие затраты они несут и какие цены на сырье остальное. Кроме хлеба, это у нас дрожжи, соль идет, масло растительное. Вот все расходы они должны обосновать. К слову, дорожает на нашем рынке не только хлеб, но и все без исключения. В общем, пока объясняют рост цен на хлебобулочные изделия естественными рыночными процессами. Вопрос первопричины массовой гибели сайгаков подняли сегодня прокуроры области. Они сегодня провели координационный совет, где заявили, что этот процесс в нашем регионе практически никак не контролируется. Ну и помимо массового падежа сайги, который произошел в прошлом году, редких животных отстреливают и браконьеры. Сейчас в нашей стране число погибших сайгаков превысило 100 тысяч. Причиной этому явился постерилез. Но помимо болезни, свою лепту в гибель животных вносят и браконьеры. Они отстреливают сайгаков, а перекупщики вывозят рога в Китай. Чтобы прекратить массовое истребление сайгаков, прокуроры предлагают ужесточить действующее законодательство и привлекать к уголовной ответственности не только самих браконьеров, но и всех, кто с ними работает. При этом прокуроров возмущают, что ни конфискация орудий преступления, ни изъятие автомобиля, в котором находился задержанный, не происходит. Решением курсовета предлагаем, чтобы обязательно конфискация той орудий, которая была использована во время незаконной охоты, она была конфискована в доход государства. В целом обращение в адрес регионов мы подключили другие соседние наши реги, поскольку среди браконьеров в основном были жители-уроженцы Казлардинской области. То есть жители соседних областей приходят именно сюда только с целью, чтобы заниматься незаконной охотой на сайгаков. Также прокуроры озвучили еще один момент. В ходе проверок выяснилось, что сейчас инспекторы резерватов практически не оснащены современной спецтехникой. Проще говоря, сегодня браконьеры имеют в наличии куда более продвинутые машины, снаряжение и даже оружие. Инспекторы охотзоопрома хоть и работают в степи вахтами, но толку от этого мало. Мы эффективности как такого не видим. Оснащение материально-техническое тоже оставляет желать лучшего. То есть снегоходы, которые были, они сегодня не в рабочем состоянии. Соответственно, в зимний период никакой работы ими не проводится. А в зимний период, соответственно, охота идет со стороны браконьеров, продолжается. В Казахстане за два последних года за незаконную добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку и уничтожение сайгаков возбуждено 139 уголовных дел. Осуждено больше 100 граждан. Однако, несмотря на обилие уголовных дел, браконьерство продолжается. Лиза Сакива, Сергей Калашников. Программа «Факт». Купальный сезон в Актубе хоть и открыт официально, берега водоемов в настоящее время практически пустуют. Это связано не только с изменчивой погодой, но и с последними трагическими событиями, рассказывают хозяева объектов. На городских пляжах, где в прошлом году ежедневно наблюдалось большое скопление людей, сегодня нет ни души. Отметим, с 1 июня в нашем городе начали свою работу 7 пляжей. Во всех местах отдыха организовано дежурство спасателей, созданы все условия для безопасного и комфортного времяпровождения. Ассоциация семейных врачей Казахстана запустила новую акцию по продвижению методики полиативной помощи. Если невозможно вылечить, то хотя бы помочь. Так в нескольких словах можно описать суть нового вида медицинских услуг в нашей области. Это активная всесторонняя помощь пациентам, чьи болезни уже не поддаются лечению. В рамках информационно-профилактических мероприятий представители ассоциации проведут ряд занятий с местными медсестрами и пациентами в городских поликлиниках. Если случилась вот такая вот беда, если нужна помощь, чтобы знал, куда обратиться и как обратиться, мы, я думаю, что будем очень тесно работать с нашими постоянными партнерами, это с областным управлением здравоохранения, с поликлиникой номер 3, с которой мы работаем уже в течение нескольких лет, с университетом нашим медицинским, естественно, со средствами массовой информации, потому что у нас проект информационный. Вот, и надеемся, что вот это взаимодействие всех этих структур позволит нам достичь каких-то результатов, когда никакой, ни один человек не останется забытым. По данным Министерства здравоохранения в нашей стране зарегистрировано, в 144 тысячи случаев онкозаболеваний ежегодно выявляется по 30 тысяч новых, но больных туберкулезом зарегистрировано 24 тысячи человек, около 700 страдает устойчивыми формами. Кроме того, не снижается количество больных с ПИДом, детским церебральным параличом, тяжелыми формами инсульта. Тем самым определен круг лиц, которые нуждаются в получении палеоативной помощи. 22 июня исполняется 75 лет с начала Великой Отечественной войны. По случаю скорбной даты, завтра в 20.30 по местному времени, возле мемориала «Вечный огонь» представителями общественных объединений будет организован вечер памяти. У Стеллы и неизвестному солдату будут зажжены памятные свечи. На это мероприятие организаторы приглашают всех актюбинцев, чьи родственники участвовали в самой кровопролитной войне человечества. Такие акции памяти пройдут в других городах Казахстана и России. В целях патриотического воспитания подрастающего поколения запланировано завтра, 22 в 9.30 утра, церемония возложения цветов в корзин именно к памятнику обелиска славы. В связи с этим мы приглашаем не только ветеранов нашего города, а также молодежь, всех актюбинцев принять активное участие в данном мероприятии. В Ак-Тюбе проходит областной отборочный тур на участие школьников в дельфийских играх. Сегодня на базе Центра детского и юношеского творчества соревновались кандидаты по 20 номинациям различных жанров танцевального и вокального искусств. Сегодня 21 июня на уровне Ак-Тюбейской области проходят 12 национальные молодежные дельфийские игры. Конкурс проходит по свыше 20 номинаций. На данный момент сейчас проходят по четырем критериям. Это национальные инструменты, хобес, домбран, также современные танцы, народные танцы. На лучших участников дельфийских игр в номинациях ИЗО и декоративно-прикладное искусство выбирали в художественном лицее. Здесь свое видение мира на холстах языком красок отобразили около 40 творческих актюбинцев в возрасте от 10 до 25 лет. Юный воспитанник городского художественного лицея в дельфийских играх участвует второй раз. В прошлом году стать первым Ануару Базикенову не удалось. Однако работы одаренного подростка привлекли внимание членов комиссии. На этот раз, надеется парнишка, удача от него не отвернется. И труд, вложенный в любимое дело, оправдается. В лицее я занимаюсь уже шестой год. Я выбрал рисование, потому что это дело очень нравится мне, и оно по душе мне. И родители заметили мой талант и отдали в этот лицей, чтобы я развивал дальше свой талант. Собираюсь поступить в колледж, связанный с этим. Всего в номинациях ИЗО и декоративно-прикладное искусство способности демонстрировали около 40 творческих актюбинцев в возрасте от 10 до 25 лет. В качестве домашнего задания с собой конкурсанты привезли по две картины. В жанре натюрморт и портрет. Далее им было необходимо на большом полотне создать образ независимого Казахстана. Как признаются члены жюри, сделать выбор в чью-либо пользу очень сложно, но все же придется. Ну а лучшие поедут представлять область в столицу. Работа детей каждый год удивляет нас. Они всегда интересны, более творческие. В автопортрете дети отражают свой внутренний мир, свое мировоззрение, свои увлечения, интересы. Используют все новые и новые техники. Это и работа тушью, акварельными карандашами и многие другие материалы. Молодежные дельфийские игры – это культурный проект, который помогает раскрыться юным талантам. В Казахстане соревнования впервые прошли в 2005 году и стали традиционными. По их итогам формируется сборная команды страны для участия в играх государств участников СНГ. Игры, пропагандирующие идеалы добра и созидания, объединяют 42 номинации по всем видам искусства от классического до современного. Айсулу Махмутова, Сергей Калашников, программа «Факт». На сегодня это все. Спасибо за внимание. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин